Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня наш фильм будет коротким, но познавательным, я надеюсь, для вас. В один из походов по магазинам, я покажу вот так, чтобы было видно, как это выглядит упаковка, я обнаружил вот такой материал, который сразу бросился мне в глаза, и я, в принципе-то уже, как вы поняли, буду изготавливать из такого материала стример. При детальном рассмотрении материала обнаружилось, что это у нас обыкновенная трубка пластиковая, как на капельнице, в которую вставлен блестящий элемент, что-то напоминающее люрекс. Поэтому, как вы уже видите, если изготовить тело, наш стример получится довольно-таки привлекательным. Одна особенность этой трубки, это то, что необходимо ее довольно-таки хорошо крепить, и она немного жестковатая. Для крепления я буду использовать вот такой инструмент. под очень острым углом, его мы с вами срезаем, откусили, вот так. И теперь нитка нам нужна достаточно крепкая, чтобы можно было закрепить наш материал. Вначале я традиционно, как на каждый стример, я изготовил. Взял крючок единичка, щучий, как пишут пайк, выточил латунный конус, можно использовать шарик, и изготовил с люрексом вот такой комбинированный хвостик. и огрузил, естественно, свинцом. Теперь я буду крепить, наверное, за край, сильно продавливая. Да, хорошо продавливается, так что будем с вами изготавливать. Естественно, на клей. Было бы, допустим, хорошо это все изготавливать по всей длине нашего стримера, но учитывая то, что нам нет возможности подравнивать потом все эти перегибы, мы будем изготавливать так. Довольно-таки нормально и хорошо закрепилась наша трубка без всяких там выступов. И теперь мы промотаем до нашего конуса, стараясь подравнивать наше тело, чтобы он не проявлялся потом в дальнейшем под нашим нашей пленкой, трубочкой свинец. и дошли до нашего окончания свинца. Теперь для более качественного крепления я беру клей и буквально совсем немножечко сверху, снизу в процессе наматывания клей наш рассредоточится. И с усилием начинаю выполнять обмотку нашего тела. Больше мы ничем не проволокой, я так планирую, ничем больше сегментировать с вами мы не будем. Цвета в этом наборе абсолютно разные и розовые, и голубенькие, и сиреневые, и шартрес, и какие вы только сами захотите. Поэтому я подобрал сейчас вот такой подмалька, так как в ближайшее время еще есть возможность проверить этот стример у нас по погодным условиям. Не дохожу до нашего конуса, придерживаю нашу трубку ноготочком, подвожу нить и проматываю. Два-три оборота, чтобы подхватить, так как достаточно пластмасса наша жесткая. закрепим хорошо трубку, так же, как я вам говорил, под углом, чтобы не было нагромождения, откусим их бокорезами. Отрезали лишнее, нанесли капельку клея и промотали. Теперь я подготовил, вот у меня имеется вот такое флюо оранжевое перышко, мы обозначим с вами жаберки, но жаберки и плавники я буду обозначать не так снизу, как мы с вами привыкли, а немножко сбоку, что выглядит довольно-таки оригинально с нашим стримером. Я беру вот так, отделяю часть верхушки, так как мы обычно делаем с вами вырез и слегка увлажнив перо, прикладываю так, чтобы у меня находилось то перо, которое я креплю сбоку, вдоль тела. Подхватили, пока ничего не это, не выравниваем, не закрепляем. Должна выйти приблизительно вот так конструкция. Немножко подровняем длину, чтобы она нас устраивала. Остатки пера отрезаем аккуратно. И теперь у нас точно так же подровняем ту часть, которую мы только что использовали. И у нас опять в действии есть очередной пучок перьев для изготовления наших жаберок с другой стороны. Закрепляю теперь это перо с другой стороны. Увожу бородки, слегка увлажнив. Сильно не проматываем, так как нам здесь еще необходимо крепить и крыло и опушку, поэтому также подтянули, подровняли сколько нам необходимо чтобы выровняли. И теперь слегка вот так увлажнив пальцами наше перо, которое мы закрепили, вернее установили, я беру и проматываю парой, тройкой крепких оборотов. Удаляем теперь остатки нашего пера. удалили. На место крепления я нанесу немножечко клея и еще сделаю пару оборотов. как раз где-то 3-5 миллиметров мы с вами должны оставить для крепления всего нам нашего оставшегося материала. Вот так у нас должна получиться вот такая конструкция, как вы видите. Для того, чтобы стример был устойчивее при работе на течении или быстрых проводках, нам необходимо с вами изготовить небольшое крыло. Для крыла я взял совсем небольшую вот такую щепотку меньше чем по толщине ампулка зеленого цвета это крашеный мех песца. Если у вас имеется что-либо другой материал можете использовать. Просто мне захотелось вот таким контрастом выделить. И самое основное чем я поделюсь это для того, чтобы мне не мешало я вот так взял слегка увлажнил наши вот боковые эти перышки укладываем строго над цевьем так чтобы у нас наш мех никуда не уходил. И притяжной петлей не торопясь прихватываем стараемся уложить его так чтобы наше крыло не было рассредоточено по цевью крючка то есть у нас в данный момент наше крыло выполняет действительно будет выполнять действительно функцию крыла то есть будет стабилизировать наш стример при больших проводках скоростных и беру для опушки вот такое перо гризли крепим его здесь же ось пера я заламываю обратно чтобы она у меня закрепилась замком и проматываю выполнить количество оборотов это вы уже для себя выберите сами но прежде чем мы с вами будем наматывать опушку нам необходимо на крыло добавить немножко блестящих элементов я возьму вот парочку буквально полосочек кристалл флэш зеленого цвета закреплю слева переламываю и переведу с правой стороны нашего крыла и теперь мы уже можем нашу нить перевести ближе к конусу убрать все элементы и выполнить два-три оборота для того чтобы была у нас опушка уводим наши бородочки назад следим за тем чтобы они у нас не подминались на опушку можно использовать любое пюро какое вы сами для себя можете придумать ну понятное дело так чтобы величина бородок была соизмерима с нашим стримером не доходим буквально считанный миллиметр до нашего конуса чтобы не было у нас нагромождения материалов здесь крепим наше перо и теперь я для того чтобы окончательно завершить мой стример я нанесу на нить капельку клея чтобы потом не нагромождать весь материал увожу обратно вот так все бородки и здесь уже хорошо проматываю моей ниткой все завершающий узел я не делаю а беру отрезаю нашу нить так как она у нас в клею и достаточно хорошо будет держаться отрезали все материалы лишние сделали завершающий узел и вот такой стример который с использованием нашего пластика у нас вышел будем пробовать пробуйте и вы со мной потом поделитесь благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых